Серьезных происшествий за прошедшие 7 дней не произошло. Об этом руководители структурных подразделений ведомств доложили на еженедельном оперативном совещании, которое прошло в администрации городского округа. На минувшей неделе за помощью в полицию обратились 1900 человек. Возбуждено 32 уголовных дела, 27 раскрыто по горячим следам. На дорогах городского округа произошло 179 ДТП, 6 человек пострадали. 40 раз люберецкие спасатели выезжали по сигналу тревоги. Ликвидировано 5 пожаров. Все пожары произошли в жилом секторе. Два пожара в жилых квартирах, в многоквартирных жилых домах. Один в частном доме, один в частной бане, один в частном гараже. Более 5000 раз жители обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи. Всего в единую дежурную диспетчерскую службу городского округа Люберцы поступило 11,5 тысяч обращений. Основная часть, больше 10 тысяч, это звонки на номер 112. Остальные поступили на телефон горячей линии администрации. На телефон горячей линии 34 обращения поступило по работе ЖКХ. 22 по вопросам экологии, 2 по работе уличного освещения. По одному обращению поступило по благоустройству городской территории, содержанию дорог и тротуаров. 635 обращений носило информационный справочный характер. Все обращения установлены порядком, направлены в адрес должностных лиц администрации для контроля реагирования. В городском округе продолжается дезинфекция подъездов и придомовой территории. Управляющие организации в ежедневном режиме специальным раствором обрабатывают лифты, лестничные пролеты, дверные ручки в многоквартирных жилых домах. Графики переведения работ развешаны в подъездах многоквартирных домов на сайтах управляющих организаций ССЖ, ЖСК и на сайте администрации. Ведется мониторинг и анализ поступивших обращений в соцсетях по вопросу уборки места общего пользования и дезинфекции. Также для улучшения качества проводимой дезинфекции и уборки подъездов осуществляются выездные проверки. Также продолжается дезинфекция дворов. В первую очередь обрабатываются детские игровые и спортивные площадки. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.